Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсором на Ютубе, кнопкой ссылка под видео. Министерство иностранных дел и евроинтеграции представило 10 шагов, которые Молдова должна сделать до фактического вступления в ЕС. На странице МИД и в Facebook представители ведомства опубликовали инфографику с подробным описанием предстоящих действий, сообщает Реалти Тиемде. Молдова подает заявку на членство в Совете Евросоюза. Молдова получила анкету по заявке на членство в ЕС. Ответы на анкету будут отправлены в Еврокомиссию в течение одного месяца. На основании этих ответов комиссия составит заключение и направит его в Совет для принятия решения. Все 27 государств и членов единогласно примут решение о предоставлении статуса кандидата. Переговоры о вступлении открыты с согласия всех 27 членов Совета ЕС. В ходе переговоров страна будет применять законы и стандарты ЕС во всех 35 главах переговоров. После переговоров со всеми 27 правительствами ЕС комиссия выдает заключение о готовности стать членами. На основании мнения государства-члены единогласно решают закрыть переговоры. Европарламент дает согласие. Все государства-члены и страны-кандидат подписывают и ратифицируют договор о присоединении. Страна становится членом ЕС. Президент Майя Санду подписала заявление о вступлении Молдовы в ЕС 3 марта. Документ был передан президенту Макрону как главе страны, председательствующей в Евросоюзе. 11 апреля Молдова получила анкету, на основании которой Еврокомиссия оценит готовность страны ко вступлению в ЕС. По словам премьера страны, государственные институты уже получили распоряжение выделить людей, которые будут готовить ответы. «Чтобы обеспечить качественную и быструю работу, мы провели беседу с коллегами из парламента и подведомственными ему учреждениями, с NGO», сказала Гаврилица. По ее словам, стать страной-кандидатом в ЕС, а затем и членом ЕС, «Государственный проект. Заполнение вопросника – первый шаг. Последуют другие документы и процедуры. Предстоит реформировать учреждения, работать вопреки кризисам, чтобы обеспечить европейское будущее Молдовы, которого ждут граждане», сказала премьер. В свою очередь, президент Санду прокомментировала возможную интеграцию следующим образом. «Мы хотим построить сильное государство, которое в состоянии обеспечивать безопасность и оказывать качественные услуги своим гражданам. Мы хотим продолжать реформу сферы правосудия и борьбу с коррупцией. Мы хотим развивать современную экономику и дать нашей молодежи возможность жить и работать у себя дома», отметила Санду. Она подчеркнула, что в нынешние нестабильные времена необходимо предоставить гражданам перспективе лучшей, безопасной и благополучной жизни. Именно поэтому 4 марта Республика Молдова подала заявку на вступление в ЕС. Это еще раз подтверждает приверженность нашей страны европейским ценностям и твердое намерение следовать европейским курсам. Санду напомнила, что в начале этой недели Еврокомиссия передала Молдове анкету, касающуюся присоединения к ЕС. «Наши ответы на вопросы анкеты станут анализом текущей ситуации и покажут им, где нужно приложить доп. усилия для подготовки ко вступлению. В этом контексте мы рассчитываем на поддержку Бельгии в принятии заявки Молдовы и присоединении статуса страны-кандидата. Процесс европейской интеграции сложный и длительный. Мы понимаем это, и мы готовы выполнить домашнюю работу, чтобы обеспечить гражданам будущее, которого они заслуживают. Будущее в семье европейских государств», добавила президент. На этом я с вами прощаюсь.